Экопарк Лукоморья 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 И мне очень понравилась эта идея. Это проходит во всей России, в разных городах. В Севастополе тоже они проходили, но достаточно скромно, потому что не хватало площадки, не хватало популярности. Немногие люди знали об этом в ресторанном дне. И я хотела, чтобы на большой площадке это было. То есть представители разных заведений могут на какой-то общей площадке представить людям, по сути, свои самые изысканные блюда и показать, на что они способны? Так это выглядит или как? Ну это может быть любой желающий, любой житель. Мама, отец, сын, дочь, бабушка, дедушка. Показать свои кулинарные способности на людях, да? И как это будет выглядеть уже непосредственно у нас в Севастополе? Так получилось, что в Лукоморье я помогала организовывать фестиваль детской мультипликации. И там уже мы познакомились с Николаем Помогаловым. И я ему рассказала эту идею, он сразу ее поддержал. Буквально в тот же день мы уже начали ее обсуждать. И когда мы обсуждали, ресторанный день, скажем так, переродился в фестиваль национальной кухни народов Крыма. Виктор, Ваша организация постоянно проводит какие-то интереснейшие и для детей, и для взрослых, для всех вообще граждан, всех категорий мероприятия. Как вот в этот раз будут обстоять дела? Конечно, в этот раз мы тоже собираемся устроить грандиозный праздник на базе Лукоморья. Приглашено много гостей, много общественных организаций, национальных наших меньшинств. Это будут, начиная от русской общины, белорусская община, украинская община, грузинская. Очень-очень много всевозможных общин. А самое главное, что они будут представлять не просто свою общину, а будут представлять кухню, национальную кухню своего народа. И это очень интересная идея, показалась нам как организаторам, так и непосредственно всем работающим в Лукоморье. И мы решили устроить этот праздник. Но на этом мы не ограничились. То есть мы также устраиваем на нашей сцене концерт, в котором будут участвовать эти народности. Дальше будут народные гуляния, будет очень много интересных вещей. Будь то игры какие-то русские народные, например, это городки будут. Будут участвовать аниматоры, будут ходулисты. И много еще различных сюрпризов, которые будут непосредственно в нашем городке. Один из этих сюрпризов это будет мастер-класс по приготовлению космической еды от Героя Российской Федерации, почетного жителя города Севастополя. Это Антон Ашкаплерова, который приедет 20 числа в Севастополь. И 21 числа уже будет непосредственно на нашей площадке. Поэтому мы ожидаем большое количество наших жителей города Севастополя, а также гостей. Потому что уже изъявили желание и жители Бахчисарая приехать, и жители Симферополя. Очень и очень много людей приглашено на наше мероприятие. Плюс еще, что можно сказать, что количество участников и общественных организаций увеличивается с каждым часом. Мы только вывесили анонсы в наших соцсетях и на сайте. Сразу же начали появляться новые заявки. Это уже, например, появились заявки от национальности, от чеченской организации, от ингушей. То есть вот так вот очень-очень идет активная деятельность в этом направлении. Будут еще сюрпризы от некоторых наших партнеров. Это будет и дегустация печенья, дегустация всевозможных сладостей. Также будет подарок в виде угощения арбузами, дынями и яблоками. Что не помешает в эту жару, которая последний месяц атакует. Анна, ну вот ребята из Лукоморья профессиональные затейники. А как начиналась ваша вот такая линия организационной работы? Как, с чего вы начинали, вот как вам понравилось организовывать подобные мероприятия? Началась она вот только этим летом. Если так вот прям сначала, сначала она началась со школы ЦПУ. Это центр прикладной урбанистики. И там проходили школы открытые. И там я познакомилась с ребятами с общественной организацией Расти. И им... Они набирали в команду людей, они пригласили меня. Они организовали арт-пикник в парке Учкуевка. Вот. И так пошло. И вот начали вместе с ними организовать эти арт-пикники. Мне это очень понравилось, потому что это очень творческое такое дело. И потом вот уже так получилось, что вот в Лукоморье я попала. И там... Ну вот, насколько я знаю, слышал там даже в новостях, в интернете, в больших городах и у нас в России, и за рубежем распространено в принципе большое количество, особенно в летний период, всяких, даже пусть не таких масштабных, но просто небольших фестивалей, каких-то там еще, не знаю, концертов для людей, просто которые создаются площадки, даже пусть небольшие, для разных интересов. Как, Виктор, вы считаете, насколько важно это поддерживать в Севастополе, в принципе, вот такую вот неформальную даже культурную жизнь? Мы даже не то что поддерживаем, мы в нее активно включаемся, мы активно работаем в этом направлении, потому что практически каждую неделю на базе Лукоморья проходит несколько мероприятий, которые мы устраиваем. Будь то, например, даже сегодня в 19.00 мы приглашаем всех в Лукоморье, потому что именно в Лукоморье будет проходить бесплатная тренировка для всех желающих. Проводит ее фитнес-клуб Fit Balance на площадке, на зеленой площадке, на нижней площадке Лукоморья. И там будет проходить зарядка для всех желающих. В основном это принимают участие мамы, а также детки, которые приходят с мамами. И это уже вошло у нас в такую традицию, каждую пятницу в 19.00 мы собираемся именно там. В субботу и воскресенье тоже у нас проходит огромное количество мероприятий. В воскресенье мы непосредственно проводим фестиваль национальных кухонь народов Крыма. Кстати, не сказал, кто же организатор. Самый главный наш этого мероприятия – это общероссийская общественная организация Ассамблея народов России. То есть они нам очень помогли в этом направлении, сразу же собрали базу данных. Сразу после того, когда мы сделали звонок туда, нам помогли организовать. Да, конечно, они помогли. Это всероссийская большая организация, которая по сути и у нас есть отделение. Да. И плюс еще, я рассказал про много сюрпризов, которые будут, но один не указал. Мы все помним, что экопарк «Лукоморье» называется «Лукоморье». И наш символ экопарка – это Александр Сергеевич Пушкин. И непосредственно сюрприз от «Лукоморья» будет. Это Николай Николаевич помогал, а будет лично готовить полдяную кашу по сказке «Апопея работники его балде». То есть мы не отходим от традиций, и это будет нашим русским национальным блюдом, и которое будет, скажем так, звездой этого фестиваля. Возвращаясь к организации фестиваля, как это будет выглядеть? Это просто интересно. То есть у каждой диаспоры будет свой какой-то стенд, да? И они будут прям при людях готовить? Или это уже… Скажем так, сюрпризов всех мы раскрывать не будем, конечно. Но у каждой диаспоры будет свое место, будет определено, определены стенды, а также будут определены места в нашей программе. То есть люди, скажем так, диаспоры будут готовиться к этому мероприятию и будут в национальных костюмах представлять какие-то стихи, песни, танцы своих народов. А, то есть еще будет какая-то историческая справка соответствующая и история блюда. Да, непосредственно само начало мероприятия будет у нас в 10.00, а уже кульминация мероприятия будет в 12.00, и именно в это время начнется концерт на нашей центральной сцене. То есть каждый желающий сможет на бесплатной основе попробовать, или это будет как-то там в качестве… Нет, именно на бесплатной основе попробовать все блюда, и если будет желание, то мы нашим партнерам предложили, если нашим гостям понравится, каждый из гостей сможет что-то купить себе, приобрести, то есть без проблем. Касаемо вот концертной программы, это будут наши севастопольские артисты и коллективы? Это будут как наши севастопольские коллективы, так и коллективы вот этих национальных меньшинств, которые представлены в нашем многоциональном Крыму. На сегодняшний день вот сколько примерно уже хотя бы будет разных диаспор, национальностей? Порядка 15-17, но я говорю, этот список постоянно корректируется, почему? Потому что идут и идут звонки, то есть я не удивлюсь, что этот список пополнится и может быть даже вырастет в два раза, уже непосредственно к началу мероприятия. Виктор, забегая вперед, есть какие-то анонсы, может быть, дальнейших планов? Знаю, что у вас ни недели не обходится без какой-то... Да, конечно же, получается, завтра, в субботу, мы открываем на нашей площадке мультфестиваль. Наверное, да, Анна расскажет подробнее об этом мультфестивале, но я скажу, что просмотры у нас планируются в субботу, а после этого всю следующую неделю, начиная с 22-го числа, заканчивая 28-м числом, будут транслироваться мультфильмы. Самое интересное, что эти мультфильмы созданы именно детьми и для детей. То есть это не просто профессиональные операторы снимали, это именно дети снимали в студиях, учились этому, и мультфильмы, основанные на каких-то человеческих чувствах, в первую очередь именно детских чувствах, и будут представлены на экранах Экопарка Лукомори. Анна, расскажите, как проходила непосредственно подготовка, работая с детьми, да, непосредственно мультипликации? Я расскажу. Я помогала в организации, я была как посредственником, потому что сам фестиваль, он зародился в Ялте, вот, и я познакомилась с организатором Саджелы, она этот фестиваль проводит уже второй год, и она хотела, чтобы дети Севастополя тоже увидели творчество детей, может быть, вдохновились им, и в следующем году тоже присоединились к этому фестивалю. Девиз фестиваля «Дети детям», то есть это дети снимают, и дети выбирают наилучшего мультипликата. Ребят, спасибо огромное, что пришли, к сожалению, время нашей передачи «Истекло». Желаю успехов в продвижении ваших фестивалей, и, надеюсь, увидимся еще в воскресенье. Спасибо. Надолго не прощаюсь с вами, телезрители, увидимся в следующем эфире. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok